Надо ли понимать так, что были запрещены, ну, скажем так, рекомендовано не посещать еще не только торговые центры и в какие-то местах, клубы и что-то еще, но и детские площадки в барашних сферах? Спасибо за вопрос. На сегодняшний день в городе Одессе не зафиксировано ни одного случая коронавируса. С целью предотвращения, недопущения распространения инфекции, раннего выявления, выявления всех возможных лиц, которые теоретически могли бы контактировать с заболевшим. Единственной таблеткой от этого вируса, от его распространения активного является карантин. В связи с этим мы рекомендуем всем одесситам максимально возможно находиться под домашним карантином, не посещать людные места, парки, скверы, кинотеатры, особенно бассейны, спортивные залы, кафе, в которых больше 10 человек, посетителей одновременно и многие другие заведения. Воздержаться от походов друг к другу в гости и максимально находиться на домашнем карантине. Это мировая практика, это те меры, которые все сегодня цивилизованные страны принимают для борьбы с распространением инфекции и недопущения ее прохождения. Хотелось бы отметить, что данный вирус излечим, есть методика лечения, но очень высокая летальность у людей пожилого возраста, старше 60 лет. В связи с этим мы рекомендуем всем людям старше 60 лет находиться под домашним карантином. Продукты питания, медикаменты, чтобы ваши близкие, родственники приносили вам и оставляли без лишних коммуникаций. Что касается парков и скверов, я думаю понятно, что чем меньше будет коммуникация между большим скоплением людей, тем лучше. Чем раньше власти, городов, стран будут принимать решение о внедрении карантина, тем легче будет побороть эту пандемию. В рамках законодательства Украины есть комиссии областные и городские по ТЭБ и ЧАЭС. В рамках закона решение данных комиссий является обязательным для выполнения всех организаций, всех форм собственности. За невыполнение есть целый ряд административных и уголовных статей, в рамках которой ответственный руководитель может привлекаться к уголовной административной ответственности. Вчера в связи с тем, что комиссия по ТЭБ и ЧАЭС создала в рамках распоряжения МОС, Кабинета министров, распоряжения президента Украины, создана региональная комиссия по превентивным мерам распространения коронавируса. Наша комиссия по ТЭБ и ЧАЭС создала такую комиссию, и это является подразделением городской комиссии по ТЭБ и ЧАЭС. Действует она в рамках своего регламента и положения. В 11 часов мы завершили заседание вчера, сегодня в 11 будет городская комиссия по ТЭБ и ЧАЭС. Ее решения обязательны для выполнения. Как будет контролироваться выполнение? На прошлой неделе в рамках общегородского плана мероприятий мы создали 4 районные комиссии по ТЭБ и ЧАЭС, точнее собрали. Помимо того, создали мониторинговые группы в составе различных подразделений городского совета и государственных органов власти. После сегодняшнего принятия решения по ТЭБ и ЧАЭС, мониторинговые группы в обязательном порядке будут мониторить различные учреждения. Если вы возьмете наш план Западе, который опубликован на сайте города, в пятом разделе есть система взаимодействия. В левой колонке указаны все подразделения городского совета, в правой колонке все те подразделения, с которыми они должны коммуницировать и следить, мониторить, отслеживать выполнение тех или иных мероприятий. Например, департамент транспорта отслеживает, как проводится дезинфекция автотранспортных средств. Департамент здравоохранения занимается закупкой, в коммуникации находится с МОЗ, с национальным штабом по превентивным мерам по распространению коронавируса. Например, департамент экономики на связи со всеми учреждениями бизнеса вместе с департаментом торговли. Департаменты здравоохранения также коммуницируют со всеми частными поставщиками медикаментов, оборудования и так далее. То есть прописано, департамент внутренней политики коммуницирует с религиозными организациями и так далее. Это уйдет много времени, чтобы я по каждому пункту. Вот как раз по культовым объектам, а церквям религиозным организациям, они как-то по церквям пропадают? Начиная с четверга вечера мы коммуницируем со всеми религиозными организациями. В ряде религиозных организаций внедрены превентивные меры, а именно масочный режим, температурный скрининг и многое другое. В одесских синагогах закрыты ритуальные бассейны, рекомендовано до 10 человек, даже если происходит групповая молитва, чтобы проводилась молитва по 10 человек без скопления большого прихожан в одном месте. И многие-многие другие вещи мы продолжаем информировать и коммуницировать с религиозными организациями с целью всех превентивных мер. И вопрос по частному транспорту, маршруткам, автобусам, которые ходят по городу. Вчера министр правоохранения говорил о том, что как-то надо тоже ограничивать передвижение по ним. Есть ли какие-то правила? В пользу случаях я хотел бы обратиться ко всем одесситам и рекомендовать всем максимально передвигаться, скажем так, пешком. Не использовать общественный транспорт. В закрытом пространстве вирус лучше распространяется. В связи с этим лучше пройтись по городу или в то или иное назначение на велосипеде пешком. Мы, несмотря на это, понимаем, что это вызывает массу трудностей. Поэтому мы сегодня не ограничиваем деятельность нашего городского транспорта и маршрутных такси, но ужесточаем средства по дезинфекции, по профилактике. На сегодняшний момент в ряде стран внедрены законодательные ограничения. В некоторых стран введен карантин. В рамках карантина есть уголовная прямая ответственность для всех руководителей за несоблюдение тех или иных решений. На сегодняшний день комиссия наша по ТЭП и ЧСС заседает в 11 часов, принимает соответствующее решение. И всем предприятиям всех форм собственности рекомендовано ограничить свою деятельность, перевести сотрудников на максимально дистанционную работу. С пониманием всех одесситов отнестись к сложившейся ситуации. Просьба к средствам массовой информации донести до горожан ситуацию и необходимость принятия всех мер превентивных и находиться по возможности максимально на домашнем карантине. Соблюдать спокойствие и делать все возможные мероприятия, чтобы минимизировать контакты с людьми, у которых есть даже минимальные подозрения на простуду, избегать прямого контакта с заболевшими, делать все возможные вещи для того, чтобы спокойно пройти этот период. И данный вирус, он излечим. Есть целый ряд стран, в которых есть много заболевших, но ни одного смертельного случая. И мы надеемся, что мы сможем эту идеологическую ситуацию в нашем городе стабилизировать, сделать ее спокойной, устойчивой, если у нас будут появляться случаи заболевших. Мы готовы сегодня, наша инфекционная больница, наши медики, все наши службы готовы к конкретным действиям. Конкретные эти все действия вы можете глубоко, внимательно изучить в нашем общегородском плане, который мы разрабатывали еще с января месяца. В Одессе это все-таки рекомендация или нет? Или четкий запрет для цельного? Как это не запрет? В 11 часов будет заседание по комиссии ПТ-БЧС, и я думаю, что будет запрет. То есть сейчас выяснится, что это распоряжение по ПТ-БЧС, оно благодаря не действительное? Нет, оно действительно, это распоряжение городского головы в рамках решения комиссии ПТ-БЧС и городской комиссии, которая создана в рамках распоряжения МОС, Кабмина и президента Украины. А сейчас выяснитесь, что Мордонусы, Альбакис и Целуборусы? Мы рекомендуем всем предприятиям всех форм собственности ограничить в одном помещении посещение не более 10 и нахождение не более 10 человек. Павел Владимирович, я прошу прощения, мне сейчас позвонили, сказали, что на Киевской трассе может быть вопрос не к вам, какие-то войска. Что-то вам известно? Нет. Можно вопрос по поводу аппарата вентиляции легких? Вот сейчас говорят, что нам необходимо 30. Мы видим даже проведенные тендеры. Проверяли ли, есть ли вообще где-то они в наличии, что их можно реально закупить? Потому что и Марголы, и другие Марголы говорили уже о том, что по сути уже есть дефицит и аппарат. Это вопрос больше к медикам. Действительно, наша большая удача, что мы заранее уже на протяжении последних нескольких лет готовили, проводили реконструкцию, закупали оборудование в нашу инфекционную больницу. На сегодняшний день по докладам медиков порядка 64 аппарата у нас на сегодняшний день есть, плюс они частично есть в частных клиниках. И я думаю, что необходимую дозакупку мы сможем произвести. По тендерам три дня назад была заявка на скупу в тест-систем. Говорили о том, что там большая очередь, это фар-приприятия, которые изгадали. Так сейчас дела обстоят. Стали мы ближе к тест-системам. Поставку тест-систем мы ожидаем сегодня, в среду и в пятницу. Это неделя. Это неделя. Сегодня. Павел Владимирович, полтора вопроса. Скажите, первое, есть ли решение о сессии городского совета, которая должна создаться 18 числа? Она будет ли? Сессию городского совета. В случае, если не будет принято решение о ее досрочном проведении, состоится 18 числа. И второй вопрос. Скажите, как рекомендация есть то, чтобы обеспечить снабжение пожилых людей, чтобы они не выходили из дома? Каким образом практически это будет исполняться? И какая роль в этом городе стоит распространять? В рамках нашего алгоритма мы готовы к тому, чтобы обеспечивать пожилых людей, но в первую очередь мы рассчитываем на сознательность горожан, родственников и близких пожилых людей, которые смогут им домой приносить, оставлять перед квартирой, не коммуницируя с этими пожилыми людьми, оставлять продукты питания и все необходимое. Можно вопрос социальный? Если сейчас закроется предприятие, у нас еще много предпринимателей, которые живут от выторга, есть ли какие-то варианты, как мы можем обеспечить этих людей, чтобы они, грубо говоря, дожили до окончания карантии? Что касается работы с бизнесом, это важный вопрос. Мы понимаем все эти неудобства, финансовые риски и так далее. В многих странах сегодня разрабатываются программы налоговых каникул, арендных льгот и многое другое. Соответствующее распоряжение вчера было дано Департаменту экономики и торговли по разработку такого алгоритма действия. Во что бы государство? Нет, я говорю о местном уровне пока что. То есть это Департамент экономики должен сделать какую-то или программу, или изменение в программе? Предложение по внедрению экономических льгот для субъектов предпринимательской деятельности и бизнеса, который может пострадать от внедрения карантина. На городском уровне? На городском уровне мы говорим, да. А можете как-то комментировать, обоснованы страхи или не обоснованы? Не обоснованы. По выводам Всемирной организации здравоохранения, мир не готов был к такой пандемии. И, соответственно, количество оборудования в мире недостаточно. Соответственно, в нашей стране такого оборудования также недостаточно. В городе Одессе ситуация немного лучше в связи с тем, что мы последние несколько лет проводим реконструкцию инфекционной больницы и закупили уже туда 64 аппарата искусственной вентиляции легких.